4, 5, 6, сколько угодно, считай, начнем все равно не вовремя. Здравствуйте, еще разок. Решили все-таки пообщаться второй раз, потому что хочется, хочется после вот этих вот взбалмошных щеглов послушать, наконец, снова адекватного стратегию, потому что, ну, у меня всегда была такая тема, вот я ходил в клубы, играл там в третий Warcraft, и окружение было такое, знаешь, были там дотеры какие-то, которые орали, были там, в КАСе тоже кричали на мониторе, на мониторе, а была вот эта вот стратегическая, разумные люди, которые, понятно, что без мозгов не добиться такого результата. Обрадуй меня, пожалуйста, они же не такие, как кажется со стороны, они гораздо же умнее. Надеюсь. Это не обнадежил. Да нет, ну, естественно, конечно, молодцы все ребята, умнее значительно, чем... кажется, я думаю, по крайней мере. Может быть, это такая деформация, связанная со стримингом, и нет? Я говорю, нервы, может, на интервью, вот поэтому они тебе так и рассказывают. Может быть, это уже новый уровень троллинга, мета-пост-уроне, вот это вот, которое мы не понимаем? Возможно, возможно. Ты согласен с тем, что если человек плохо соображает, ему в стратегиях очень сложно будет? Да, полностью согласен. Ну, стратегия, она завязана не только на том, что быстро кликаешь, но о том, что думаешь и обрабатываешь информацию. Все-таки тот же StarCraft, если брать, то у тебя, по сути, каждая игра всегда будет отличаться от любой предыдущей, которую ты сыграл. Хоть ты сыграл там 10 тысяч игр или 20 тысяч игр. Если через робо не играешь? Да на самом деле, даже если через робо играешь, даже через робо у нас, получается, разные игры, даже сегодня. Либо выиграли, либо проиграл. Ты про это в разнице? Нет, я про то, как игра протекает. Результат-то был понятен еще до начала. Слушай, ну, когда ты проиграл в полуфинале, тебе тешила, наверное, только одна мысль. Ну, хотя бы третье место за им. Ну, на самом деле, когда проиграл в полуфинале, уже начинаешь переживать то, что, может быть, и третье не займешь. Ну, естественно, какие-то мысли неприятные посещают, потому что все-таки, ну, по крайней мере, когда я ехал на турнир по уровню игры, я себе считал, что я могу спокойно занимать второе место и, может быть, даже бороться за первое. Хотя, понятное дело, что Милокиков сейчас очень жесткий. Но честь, на самом деле, хвала Янгстарова, потому что вчера он сыграл очень круто и, в общем-то, заслуженно победил, безусловно, вчерашний полуфинал. Но, с другой стороны, когда ты проигрываешь и надеешь на другое, уже немножко по морали, это, конечно, бьет перед матчем на третье место. Ты сегодня просыпаешься и думаешь, нельзя было так делать. А вы играли, соответственно, в компьютерном клубе? Да, в компьютерном клубе. Там нормальные условия, все хорошо? Да, условия хорошие. На самом деле, ну, я не знаю, как-то вот именно вот белогородский компьютерный клуб и сцена, или, может, я как-то по-другому относился конкретно к этому турниру, но не было какого-то дискомфорта, который у меня обычно присутствует на ланах. Странно, а с чем это связано? Не знаю, мне сложно сказать. Ну, просто, не знаю, было играть комфортно. Вот, я не знаю. Обычно на ланах всегда какой-то дискомфорт присутствует. Окей, у тебя планы какие дальнейшие? Ты там с планированием работы, там, все дела. Старкрафту сколько планируешь времени уделять? Ну, да на самом деле, не думаю, что я как-то глобально буду менять к тому, что есть сейчас. То есть, по сути, я работаю, вчера им стримлю. То есть, по большому счету, получается, что у меня такой фулл-тайм стриминг сейчас идет, но не по очень долго, скажем так, по вечерам. Наверное, примерно так же и буду продолжать в ближайшее время, а потом, не знаю, будем смотреть, как будет расти уровень игры, не будет он расти, какие будут турниры или не будет этих турниров, может, какие-то другие интересы появятся. То есть, я на прошлом интервью говорил, что я там начинал YouTube-канал, он не пошел. Может быть, в какой-то другой области YouTube-канал или в других играх пойдет. Может быть, все, хватит там, и там зацел, ну, точнее, цели только стриминги будет. Или, может быть, вообще, скажу, хватит эти стримы, пора тренироваться по хардкору и там проходить на какой-нибудь тримхак. Стримы не сильно мешают регулярным тренировкам? Раньше был такой миф, а сейчас вроде никого это не пугает. Ну, на самом деле, сильно мешает. Ну, может быть, не настолько сильно, что прям какая-то там... Ну, вот, например, проблема стриминга присутствует в том, что ты стримишь каждый день, и товарищ Youngstar заходит на эти стримы и смотрит, как ты играешь. А у меня такой прерогатива нет, потому что он не стримит. Соответственно, да. И на самом деле здесь были определенные мангеймсы перед полуфиналом. Потому что он пишет периодически в чатике, я знаю, что он смотрит, и я за неделю до этих игр не играл те билды, которые я играл на полуфинале. Ты стримишь, насколько я понимаю, на Гудгейме тоже? Да. Я просто не натыкаюсь, потому что я тоже по вечерам стримлю. Видимо, в этом проблема. Возможно, да. Ну, я на Гудгейме обычно там где-нибудь внизу валяюсь. У меня не так много зрителей. Как-то на самом деле обычно получается странно, что если там зайдет 3-4-5 человек, то обычно там улетает онлайн там хотя бы 30. А зачастую там просто никто не зашел, и все, ты сидишь с одним человеком. Надо увеличивать количество трансляций на главной странице. Мы как раз над этим сейчас уже работаем, над альтернативной главкой. Будут игры, как на твече, будут рекомендованы стримы, сгруппированы по играм. Так что будет проще найти трансляцию, потому что сейчас реально существует проблема поиска контента. У нас по вечерам уже за 400 одновременных трансляций, а на главной странице находится 15. И вот эта вот стрелочка справа, знаешь, вот правый верхний угол, там где селектора, заходишь на карту кликов, она такая типа как тепловая карта на сайт наложенная. Ну вот эти вот красные. Там такая красная блямба, все вот тыкают в эту стрелочку. Ну, потому что не хватает трансляции на главной странице, и все смотрят, что там дальше интересного может быть, потому что реально, даже если трансляцию смотрят там 3-5 человек, она может быть реально очень интересна. Так что мы тебе поможем. Спасибо. Так, ну, напоследок я хотел бы все-таки твоего мнения узнать и объяснение, может быть, какого-то разумного, раз ты в этой сфере находишься и лучше всего знаешь. Что с мелкий као? Ну, ничего с ним, все хорошо, нормально. Надеюсь, что с ним все хорошо. Как ты объясняешь этот, можно сказать, феномен, что вот внешне он такой простенький-простенький, а на самом деле должен соображать внутри? Ну, он соображает. Ну, не знаю, но может он на самом деле просто такой по жизни, может это просто такой на камеру, не знаю, сложно сказать. Но, естественно, я думаю, что Милоков точно умный человек, игрок. Без этого топ-1 не берется. Да, согласен. И Максвакса тоже не выигрывается. Абсолютно согласен. Мигает красная лампочка, это значит, у нас скорее всего либо заканчивается место, либо садится батарея. Напоследок скажи что-нибудь. Что хочешь? Спасибо всем, кто болел за меня на протяжении тех дней. Родителям, брату, людям со стрима, с чатика, с дискорда, всем остальным в зале. Благодарность игрокам, против которых играл, довольно хорошие игры получались, и Youngstar, и ExoStriker. Разные результаты, но я считаю, что ребята тоже сыграли хорошо. Поздравляю Милкикову с первым местом на этом турнире. Всем спасибо, приходите на стримы. Супер, приходите.